На заседании регионального правительства ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Спартаку Андреевичу Сычеву была торжественно вручена государственная награда. В соответствии с указом президента России, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени ветерану вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя. И мы уже рассказывали о том, что совсем недавно, 28 июля, Спартак Сычев отметил свой столетний юбилей. Свой военный путь Спартак Андреевич начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, участвовал в освобождении Украины, Польши, Праги. Оставил свою подпись на Рейхстаге в ходе штурма Берлина. После войны также продолжил службу в военной прокуратуре. 28 июля Спартаку Сычеву исполнилось 100 лет. Игорь Руденя поздравил фронтовика с вековым юбилеем и вручил государственную награду, орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Соответствующую кассу о награждении почетному жителю Тверской области подписал президент страны Владимир Путин. Девиз ордена – польза, честь и слава. Можно назвать девизом всех ваших жизней. Дорогой Спартак Андреевич, мы искренне восхищаемся войной. Ветеран поблагодарил губернатора за теплые слова и за постоянное внимание к ветеранам. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Спартак Андреевич сохраняет бодрость духа и энергичность и всегда готов быть полезным для общества. Ветеран проводит большую патриотическую работу с молодым поколением. На встречах рассказывает не только о борьбе с фашизмом, но и старается привить понятие чести, любовь к родине и труду. Спартак Сычев признался, что орден для него – это внимание, это признание его заслуг. Кроме того, фронтовик намерен работать в силу возможностей дальше. Эта награда у меня не первая, но, я думаю, не последняя. Мне выплатят тяжелые доли, но в то же время радостные доли – защищать нашу родину. Я считаю, что каждый наш гражданин должен безвозрительно любить свою родину. Спартак Андреевич также награжден медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной звезды и другими наградами. 30 июня 2020 года был почетным гостем открытия в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату – частый гость парадов победы на Красной площади. А в день рождения фронтовика у Стелла-город воинской славы было организовано торжественное поздравление Спартака Андреевича с вековым юбилеем.